Все ли в порядке с Баркли, скажем так? Ни к чему это ни к хорошему, ни к плохому не приведет. На встрече сегодня, прямо сейчас, когда мы с вами общаемся, это актуальная информация. Завтра это уже не актуальная информация. Ладно, уговорили, так уж и быть, мы что-нибудь вам там слепим. Работы не ведутся именно из-за того, что дольщики создают негативный какой-то фон. А здесь вообще просто как будто бы только что прилетело каким-то снарядом в этот дом. Поэтому понятно, мне кажется, почему они так тяп-ляп делают работы. Потому что явно не суперпрофессионалы, скажем так, ребята, ничего личного. Вы знаете, для нас это тоже шок. Нельзя просто так шарахаться по стройке. Как бы вообще нельзя, но получается, что можно. Это что? Это что? Всем привет, я Олеся Грузинская. Это канал о новостройках, авторские обзоры на тему недвижимости. Недавно мы с Астасом делали ролик на тему топ-продаж полугодия, первого полугодия 2020 года в Подмосковье. И на 10-м месте был жилой комплекс Баркли-Медовая долина. Тогда я еще удивилась, думаю, неужели попал в топ-продаж. А я помню, что это был один из самых душесчипательных, на самом деле, сюжетов из рубрики «Ожидание реальность». Я помню, что плоховаты дела там были у Баркли. И неужели, если они начали продавать так хорошо, 6,5 тысяч квадратных метров жилья продали за первые полугода, может быть, обстановка наладилась. Поэтому сегодня мы решили приехать и проверить, как обстоят дела в жилом комплексе «Медовая долина» от компании Баркли. Мы приезжали в октябре 2018 года, и тогда это был ролик «Ожидание реальность». То есть изначально ожидания были, потом объявилась какая-то реальность, в которой нам новых обещаний надавали, и сейчас мы сравниваем их уже с новой реальностью. В общем, изначально было 9 корпусов, которые должны были сдаться в 2018 году все, но в 2018 году мы узнали о том, что первую очередь переносит уже на год, сроки сдачи вторую еще больше, а третьей тогда, по-моему, даже еще и не говорили. И в прошлый раз озвучили новые сроки сдачи корпусов 4, 5 и 6. Вторая очередь, которая у нас за спиной, это дома 4, 5, 6 и детский сад. На текущий момент у нас стадия монолитных работ. У нас в самом ближайшем времени было согласовано соглашение со Сбербанком об отдельном финансировании второй и третьей очереди. Мы в октябре планируем возобновить мобилизацию и строительство домов. Корпус номер 4. И его срок сдачи? Третий квартал следующего года. 2019. 2019. Собственно, корпус 4 выглядит действительно гораздо более завершенным, чем мы его видели в прошлый раз. Все монолитные работы завершены. Практически все фасадные даже завершены, хотя здесь еще леса не убрали. Но все бы было ничего, но нам говорили про третий квартал 2019 года, а сейчас уже третий квартал 2020 года, а дом еще не сдал. То есть появились новые сроки сдачи. Четвертый, шестой корпус – это сдача конец октября. Пятый корпус – это сдача конец ноября. Октябрь 2020, ноябрь… Да, 2020 год. Что касается третьей очереди, все дома третьей очереди будут сдаваться одновременно. Получение РВ планируем конец апреля следующего года с учетом передачи всех квартир до конца второго квартала следующего года соответственно. Почему не сдали в намеченный срок? Нам на прошлой съемке говорили третий квартал 2019 года. У нас было две смены подрядных организаций по практически по всем корпусам. Я не говорю о третьей очереди, потому что на момент 2018 года, насколько я помню, она была только на нулевом состоянии, даже в самом начале. Речь идет именно о второй очереди, где, к сожалению, два раза нам пришлось крупных подрядчиков, которые выполняли основные виды работ, с ними разорвать контракт. Ну вот это после 2018-го опять, то есть в 2018-м году мы встретились, нам сказали, сейчас вот в октябре, в ноябре выйдут на работы новые уже подрядчики. И вот с теми новыми тоже… С теми новыми, к сожалению, произошла та же самая печальная история. А мне вот интересно, как так получается? Ну, всякое бывает. Мы четыре года снимаем новостройки, видели и в том числе там нерадивых подрядчиков, но я не могу представить, изначальный срок сдачи был 2018 год, все корпуса. Сейчас мы понимаем, что завершение будет в 2021-м, это больше, чем на два года просрочки. Почему такие проблемы мощные произошли? Точно ли только в подрядчиках делали? На тот момент, да, вопросы, связанные с переносом сроков, к сожалению, упирались в подряд на организации. Но, безусловно, сыграло роль и в том числе довольно-таки долгое получение кредитных… оформление кредитной линии от Сбербанка, соответственно. Мы, к сожалению, затянули ее получение, насколько я помню, месяцев на 5-6, и, соответственно, стройка сдвинулась в том числе по срокам и на этот период тоже. А вот, кстати, та кредитная линия, про которую мы говорили в 2018-м году, я так понимаю, что она планировалась на то, чтобы достроить как раз все корпуса, но, насколько я знаю, на сегодняшний день она закрыта, корпуса не достроены. Что вообще произошло с той линией? Ну, с чисто обывательской точки зрения, вот вы берете кредит в 2018-м году и платите за него, так как говорят, 10 рублей в месяц. Сейчас поменялись ставки банковские. Соответственно, зачем нам платить 10 рублей, если мы можем платить 8? То есть мы кредит Сбербанка не выбрали, по-моему, даже и на 50%, а то, может быть, и менее, даже я не имею отношения к финансам, но, насколько я знаю, это именно так. И исключительно из-за того, чтобы не переплачивать. Ну, а та закрыта кредитная линия или уборка? Да, закрыта, земля выведена из-под залога, то есть теперь в новых договорах долевого участия не указан Сбербанк, как кредитор, в том числе и в части земли. А какое финансирование сейчас тогда планируется? Сейчас идет финансирование собственными средствами. Планируется в ближайшие 2-3 недели открыть новую кредитную линию с Проводсвязьбанком. Помимо этого, 4-й включили в реестр проблемных домов, проблемных долевых объектов. Соответственно, внезапно, как нам кажется, для самого застройщика, внезапно для нас, попал по заявлению одной из дольщиц 4-го дома, но для застройщика это стало большой проблемой и сюрпризом. То есть, соответственно, у нас совершенно нет никаких прогнозов, и при этом движение на 4-м доме, оно даже, можно сказать, встало. Что по поводу 4-го корпуса, как с ним вообще будут? Понятно ли уже, я понимаю, что это произошло меньше месяца назад, но понятно ли, какая судьба его? То есть его Баркли все-таки будет достраивать, или ему будут выделяться какой-то новый застройщик или новые средства? То есть он числится в реестре проблемных объектов. Что это значит? Ни к чему это ни к хорошему, ни к плохому не приведет. 4-й корпус, так же, как и 6-й, как и планировали сдачу эксплуатации в конце октября этого года, так мы его и сдадим, и степень его готовности, она выше, чем 6-й корпус, поэтому никаких опасений по своевременному вводу в эксплуатацию этого корпуса на сегодняшний день нет. Ну, мне интересно, это с фактической точки зрения, на него будет какая-то дополнительная комиссия приезжать, или что, как происходит, вот что значит для этого корпуса, что это значит, что он зачислен в этот реестр, скажем так? Ничего для него это не значит, в целом это оказывает негативное влияние для будущих покупателей получение ипотеки на микрорайон в целом, как бы все. Даже больше того, сейчас на встрече нам сказали, что все не происходит, то есть работы не ведутся, именно из-за того, что дольщики создают негативный какой-то фон в социальных сетях, то есть то, что мы в Телеграме там общаемся, да? Вы еще и виноваты. Да, мы виноваты в этом. Я так понимаю, что дольщиков не устраивала формулировка, что постоянно смена подрядчиков, и вы начали искать какую-то там, в общем, истину в этой смене. И что в итоге удалось там найти? Начали копать по поводу генподрядчика предыдущего, это был БКС сейчас, сокращенно мы его называем, с 30.06.2020 года появилась запись в ЕГРЮ, то, что генподрядчик в стадии ликвидации. У БКС по официальной отчетности бухгалтерской на 1 января 2020 года кредиторская задолженность составляла порядка миллиарда 300 миллионов. И самый интересный, ликвидатор БКС, то есть предыдущий генподрядчик, Михно Татьяна Алексеевна. Она же бывший учредитель НСБ Инвест. НСБ Инвест, БКС, Логитек, Баркли, они все аффилированные лица. Получается, НСБ Инвест, генеральный директор нынешней Венцова Ольга Владимировна, которая, она же, учредитель СГ-развития. А СГ-развитие – это как раз новый генподрядчик. То есть они тупо свою фирму поменяли на другую фирму. Мы боимся того, что с Логитеком будет, как только продадут оставшееся число квартир, произойдет такая же смена. А что сейчас по подрядчику устраивает ли тот, который сейчас есть, и в каком объеме идут работы? Потому что мы сейчас приехали в воскресенье, я не знаю, ведутся ли вообще работы по воскресеньям, но сегодня конкретно я их там, если видела, то очень по минимуму. И жители говорят, что они видят там иногда несколько рабочих, но в недостаточном объеме. В каком они объеме на самом деле? На сегодняшний день, ну не на воскресенье, да, на пятницу этой недели, на объекте работает порядка 280 человек. Это не один подрядчик, это на каждом корпусе по разным видам работ представлено несколько подрядчиков, соответственно, и количество людей на разных корпусах разное. Почему как бы люди не видят заявленное количество людей, объясню элементарно. Если бы на сегодняшний день полноценно велись работы по фасаду, туда бы все бы их увидели, этих людей, вопросов никого не было. На сегодняшний день работы ведутся по пятому корпусу, по внутренним инженерным сетям, по отделочным работам, по кровле. Фасадчики вышли, но они сейчас, у них идет мобилизация, то есть там порядка пяти человек только работает, да. По четвертому, шестому корпусу то же самое. Людей снаружи не видно, потому что работа по фасадным работам закончена на 95%, соответственно, там по большому счету делать нечего. На четвертом корпусе по фасаду 15 человек работают в доделке, да. На шестом корпусе фасад выполнен. Опять-таки ведутся отделочные работы внутренние, ведется пусконалазочная работа котельных, кровля, отделка, инженерные сети, люди внутри корпуса. Седьмой, восьмой, девятый корпус. Соответственно, седьмой, восьмой корпус. Количество людей необходимо на сегодняшний день присутствует. Ведутся работы по кладке внутренних стен и перегородок, устройство кровельного покрытия на седьмом и восьмом корпусе. На девятом корпусе ведутся работы на сегодняшний день по устройству монолитных конструкций. Я вижу, что действительно два года работы какие-то шли. В целом, если сравнивать картинку тогда, в 2018 и сейчас, то она, ну, прям имеет какие-то значительные изменения, потому что вторая очередь, ну, возведена, по крайней мере, под крышу. Третья очередь, насколько я помню, тогда не было вообще. Мы, по-моему, даже не заходили на эту сторону площадки. Сейчас уже возведены, ну, не все этажи. Я вижу здесь, например, четыре этажа, вот там уже под крышу возведен. Но самое интересное, что дольщики мне даже рассказали, как это было. Дело в том, что застройщик очень не хотел, чтобы эти корпуса выходили на продажу по эскроу. А их же тогда не было. Все мы помним, что в 2019 году ты мог оставить продажу по стандартному ДДУ с выплатой от дольщика, только если у тебя определенное количество процентов дома построено и продано. И поэтому они активно начали строить третью очередь, чтобы возвести ее вот ровно до такого состояния, чтобы остаться на ДДУ. Сейчас продажи ведутся по старой схеме. И, собственно, после этого работы встали. Вы сегодня прошли внутри. И вот по вашим прогнозам, думаете, октябрь не сдадут 5-6? Абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что пока не будет четкого финансирования, пока не будет проплачено все суподрядчикам по договорам заключенным определенные договоренности. Абсолютно нет. Ну, я, насколько я поняла, сегодня вам даже показали платежки, как расплачиваются с подрядчика. Платежки мне показали по конкретному одному подрядчику. Но этой суммы не хватит. Этой суммы аванса не хватит. Сегодня на встрече, пообщавшись с представителями застройщика, нам было обещано, что, в частности, Дмитрий Лихарев, Олег Александрович, не знаю, к сожалению, фамилия, что все материалы, необходимые для того, чтобы закончить четвертый, шестой корпуса, закуплены. Между тем, удалось подняться на крыши и пообщаться с рабочими на крышах, которые сказали, что для того, чтобы закончить, по крайней мере, работу по крышам, материалов нет. То есть нет труб необходимых, которые бы вывели на вентканалы, и каналы не закрыты. Причем информацию по закрытию вентканалов, куда попадают осадки, мы обсуждали еще с марта месяца, с застройщиком с февраля в марта. В течение полугода этот вопрос до сих пор не решен. В шестом доме везде протекает крыша. Несмотря на то, что она уложена, крыша течет. То есть жителям верхних этажей, я думаю, что не повезет как минимум. Котельные, которые они смонтируют, в течение 10 дней обещают смонтировать газовое оборудование, до сих пор нормально не закрыто так же. Котельные протекают, то есть те краны оборудования, которые внутри смонтированы, оно все подвергается осадкам. Это вы как узнали? Это рассказали сами рабочие, которые монтируют газовое оборудование. Они просят у застройщика краны для того, чтобы поднять на крышу это оборудование, еще что-то. Застройщик всячески тянет и отказывается от предоставления нужных материалов и оборудования. Они говорят, мы смонтировали в начале года, сейчас это все уже ржавое, потому что крыши протекают в газовых котельных, оборудование ржавеет. И опрессовать его на текущий момент пока нельзя, потому что не до конца все доделано. По поводу встреч, вот эти два года, как часто, как регулярно происходят встречи, кто на них приезжает, как решаются вопросы, как меняется информация? Ну, информация меняется так. Они говорят на каждой встрече волшебную вообще фразу, что эта информация актуальна на данный момент. Ну, то есть вы можете приехать через месяц, мы вам скажем другую информацию, она тоже будет актуальна на данный момент. То есть вся информация, которая говорит, то есть это вот на встрече сегодня, прямо сейчас, когда мы с вами общаемся, это актуальна информация. Завтра это уже не актуальна информация. А подтверждать документально они ничего не хотят, не подписывают. То есть нет договора, нет... Дорожная карта, я так поняла, они не показывают? Не показывают, они не показывают даже график работ, потому что они говорят, что он у нас сейчас в актуализированном виде должен быть, потому что у нас должно быть сейчас финансирование с другого банка, пока договора нету. Ну, в общем, всячески они отказываются нам документы показывать и, собственно, подписывать даже то, что они сами нам сказали. Ввиду того, что сейчас действует постановление 423 от 2 апреля этого года, где застройщику дали возможность не платить неустойку, этот период выпадает до конца года. Те суды, которые были выиграны до этого периода, застройщик активно пытается взыскать деньги назад, потому что они говорят о том, что вы не имели права выдавать исполнительные сутки, судам говорят. Пишут на суде частные жалобы, пишут дольщикам, верните деньги, и якобы мы вернем вам их обратно после того, как постановление будет отменено. И по своему, например, опыту я получил исполнительный лист 15 апреля. На моего судью написали частную жалобу, я имею в виду на судью, который вел моё дело, написали частную жалобу, почему, по какой причине мне выдали исполнительный лист, хотя абсолютно на законных основаниях он был выдан, я отправил его в банк, на следующий день банк деньги перевел. Я, естественно, вложил их там в ипотеку. Сейчас застройщик пытается активно вернуть эти деньги у меня назад. Он пишет на судей, он пишет вышестоящие в областные суды. В моём случае они пошли даже в касационный суд. Детский сад, который тоже нам на прошлой съёмке обещали доздать с корпусами второй очереди в середине, в третьем квартале 2019 года, естественно, тоже не готов было бы. Очень странно, если бы они сдали детский сад и не сдали дома. Вообще, получается, с прошлой съёмки ничего не сдали. Но кажется, как будто бы, ну вот, смотрите, почти готовы уже. Даже фасад отштукатурили, окошки стоят, ещё чуть-чуть, и он будет готов. Но, внимание, проходим просто чуть подальше от проезжей части, с которой вы, если что, заезжаете, смотрите. Хм, классно, детский сад почти готов. Но если зайти со стороны строящихся корпусов, которые являются строительной площадкой, то как бы мы видим вообще, я, если честно, не знаю, допустимо ли это строить вот так, чтобы с одной стороны у тебя уже был готовый фасад, стояли окошки, и практически, мне кажется, уже покрасили стены, а здесь вообще просто как будто бы только что прилетело каким-то снарядом в этот дом, и у него ещё торчит арматурино, естественно, нет наружных стен, посередине вообще просто какой-то катакомбы. Поэтому когда сдадут детский сад сейчас, мне кажется, даже нет смысла спрашивать, когда сдадут все корпуса, может быть, тогда и детский сад появится. На сегодняшний день перезаключается договор с подрядчиком на закрытие контура детского садика. То есть мы планируем до наступления холодов полностью выполнить за работы по закрытию контуров это фасад, это остекление, это витражи, это кровля. И остановить работы и возобновить их уже весной. То есть работы по отделам, по благоустройству, по инженерным внутренним сетям. Срок сдачи совместно с третьей очередью строительства. Это начало 2021, да, по-моему? Апрель 2021 года. Из коммерческой инфраструктуры на сегодняшний день, я вижу, в данных корпусах есть салон красоты, детский клуб, на этом, наверное, спасибо, потому что детского садика здесь нет. Есть пара магазинов для дома и супермаркет. В новых корпусах тоже есть вроде как коммерческие помещения, там ничего не открылось пока. А, еще аптека, я вижу, в конце есть дома. Поэтому в целом я думаю, что с коммерцией прям катастрофы на сегодняшний день нет. Если вы вдруг собираетесь купить квартиру в каком-нибудь уже сданном корпусе, то будет проблема с социалкой, но не с коммерцией. Для меня, наверное, одна из самых удивительных сторон этой истории – это застройщик. Потому что если бы Медовую долину строил какой-нибудь ООО «Рога и копыта», у меня бы не было особо вопросов. Понятно, ребята взялись за проект, нахапали себе денег и потом решили тихо слиться. Сколько мы видели таких долгостроев, которые потом не сдавались никогда. А застройщик банкротился. Но это Баркли, который позиционирует до сих пор себя как застройщика элитного жилья. У них до сих пор на сайте в продаже сейчас только два объекта. Это Медовая долина, единственный объект комфорт-класса у застройщика. Первый пока последний, я надеюсь, будет под ним. И Баркли Резиденс, которое элитное жилье в центре Москвы. Там же на сайте написано, что у них еще 31 проект в разработке. Ну, то есть как будто бы они с рынка не собираются уходить. Какие именно проекты, я не нашла информации, потому что никаких пресс-релизов пока не было об объявлении новых проектов. Что странновато. Но вроде как реально, банкротятся, не собираются уходить с рынка, не собираются. Более того, сейчас они создают некий альянс. Как раз о пресс-релизах. Месяц назад вышла новость на всех сайтах о том, что создается альянс, громкое слово, компании RKS Development, это региональный застройщик, и Баркли. Была даже пресс-конференция, где президенты компании, Леонид Казенец от Баркли и Игорь Сигирян от RKS Development, ответили на вопрос и объяснили, что за альянс. И мне непонятно до сих пор, как и, по-моему, всем, что за альянс, потому что документально, как они заявили, никто никого поглощать не будет. Никто никем не будет руководить, командовать и становиться частью какой-то компании. Но и третью стороннюю компанию тоже создавать не будут. Просто они будут объединять свои силы, строить новые объекты и делить прибыль 50 на 50. Это похоже, как будто бы, не знаю, очень какие-то несерьезные разговоры, как будто две подружки встретились просто и, а давай создадим с тобой компанию и будем что-то делать вместе. Мне кажется, это так не работает. Более того, RKS Development пришла на подмогу Баркли в проекте «Медовая долина». У дольщиков очень большой вопрос о том, что как вообще будут регулироваться эти отношения, если на бумагах RKS Development никакого отношения к «Медовой долине» не имеет. По поводу застройщика RKS Development, который появился на проекте, я новости увидела, по-моему, в августе, насколько я знаю, что он пришел на проект все-таки раньше. И меня интересует формулировка «коллаборация», которая везде используется в СМИ, в пресс-релизах и так далее. То есть мы понимаем, что это просто какое-то модное слово, чтобы завуалировать отношения. А что за коллаборация и для чего RKS нужен на этом объекте? Потому что я так понимаю, что Баркли свои полномочия тоже не снимает. И что будет делать RKS? В рамках именно реализации строительного проекта RKS выступает всего лишь навсего как соинвестор данного проекта, как партнер. То есть как корпорация Баркли являлась здесь застройщиками и генподрядчиками, так она и является на сегодняшний день RKS. Всего лишь им показался интересен данный проект. И за счет вливания собственных средств они готовы поддержать и достроить данный проект в том числе. А если это вообще публикуемая информация, RKS будет ли вносить какие-то изменения в проект, ну в смысле этажность, внешний вид или может быть новые корпуса на соседней территории к нему пристраивать или что-то в этом роде? Нет, не предусмотрено это. Все ли в порядке с Баркли, скажем так? Не планируется ли никакое банкротство, выход из проекта? Нет ли каких-то серьезных финансовых проблем, чтобы потом этот проект, например, в том числе оставить? Потому что, насколько я знаю, четвертый корпус даже включен в реестр проблемных объектов. Баркли на плаву. Никаких предпосылок к тому, чтобы корпорация Баркли себя признала банкротом или банкротилась, как бы не предвидится. У нас стоит задача реализовать данный проект и в озвученные сроки завершить его реализацию. Ну и кроме того, как вы считаете, да, серьезный банк, а именно промсвязь банк, дал бы, выделил бы кредитную линию корпорации, у которой не все скашат. Я думаю, что вредно. Ну, мы надеемся, но просто действительно мы уже очень долго следим за этим проектом и просрочки в два с половиной года, это, ну, брать сначала, это очень серьезная история. Несмотря на то, что продажи в Медовой долине начались в 2015 году, все это время довольно активно шли и никогда не прекращались, несмотря на задержки сроков сдачи. До сих пор есть еще в продаже 270 квартир, причем разных площадей от студии 26,5 квадратных метров до крупных трехкомнатных 92 метров. Самая дешевая квартира сейчас за 3,8 миллиона, самая дорогая за 13,2 миллиона и, наверное, это как раз одна из самых ярких причин, почему до сих пор здесь покупают квартиры, потому что за трешку, например, получается примерно 143 тысячи рублей за квадратный метр. Цена действительно приятная, ну и народ смотрит, что такое комплекс, вроде симпатичный, ай, ну и ладно, что на два года задержки, главное, цена хорошая, потому что даже нам в комментариях каждый раз пишут, Олеся, ну зачем вы хаете вот этот комплекс, а вот здесь почему вы говорите, что все плохо, но цена же, цена. То есть для нашего современного российского народа так выходит, что цена это самый решающий фактор. Естественно, многие переживали еще на прошлой съемке, что новые корпуса, даже если будут строиться, то будет другая отделка фасадов, потому что мы на первой съемке приезжали и хвалили застройщика за то, что он в такой далекой локации, в комфорт-классе, в загородном комплексе малоэтажном делает клинкерный кирпич на фасадах. Это выглядело очень дорого, качественно и красиво. В итоге, в целом, если вот издалека идти, может быть, даже не заметишь разницы, потому что это вот корпус, который еще как раз не сдал, но когда я подошла вблизи, я очень долго всматривалась в этот фасад и пыталась понять, что это похоже на фактурный линолеум, если честно, потому что на ощупь, мне кажется, эта штука как будто бы резиновая. На самом деле, это уже, естественно, не клинкерный кирпич, это вроде как керамическая плитка под видом клинкерного кирпича, но видно, что у нее абсолютно другое уже качество и внешний вид, то есть вблизи это уже выглядит как такая дешевая подделка. Ну и в дополнение к этой клинкерной плитке, это ржавые напрочь вообще корзины кондиционеров, и я сейчас слышала, как представитель застройщика сказал, вы знаете, для нас это тоже шок. То есть бедный застройщик в шоке от того, что у него проржавела каждая корзина под кондиционер, они сказали, что это производственный брак. Мы даже зашли в одну из входных групп шестого корпуса, я не знаю, что мы здесь, конечно, увидим, если он не готов снаружи, понятно, что он не готов внутри, но меня что поражает, так это неорганизованность и какая-то безалаберность отношения, потому что есть сопровождающий в манишке прям зеленый с надписью Баркли, который вводит группками людей, то есть жители шестого корпуса подвели к шестому корпусу, чтобы показать, как строится их дом, там, пятому к пятому и так далее. Но при этом, естественно, никто не контролируется, кто сюда заходит. Вот мы, например, с Ромой, с камерой отдельно зашли, то есть люди где-то с группой ходят, мы ходим, где нам надо. Это строительная площадка на секундочку, несмотря на то, что сегодня, конечно, выходной, наверное, поэтому здесь нет строителей, на нас должны быть, естественно, каски, у нас должен быть сопровождающий, нельзя просто так шарахаться по стройке, как бы вообще нельзя, но получается, что можно. Ну и понятное дело, что здесь еще не завершены никакие работы, можно только, я не знаю, что здесь можно, просто зайти и понять, что работа еще выше крыши. Ради интереса посмотрим на входную группу третьего корпуса, он сдавался уже после той съемки, то есть самый новенький, самый чистенький, и, ну, это гораздо лучше, чем то, что я видела на съемке в прошлый раз, хотя, как бы, тоже видно отношение застройщика. Я не знаю вообще, почему так произошло, тут тупо не хватает куска стены, и пеногерметик торчит, и подоконник разваленный. Ну, то есть, как всегда, все неаккуратненько, но вот это максимально приличная картинка, которую я вижу, и опять эта история с лестницей. Я знаю, да, точно, что в одном из подъездов этого корпуса живет девушка-инвалид на коляске, и как вот она забирается каждый раз? Получается, наверное, со двора нужно через пандус заезжать, потому что через аппаратный вход ты никак не заберешься, тут гигантская лестница, я сто лет таких лестниц не видела. Хамское отношение застройщика, по-другому я никак не могу его назвать, абсолютно безалаберное отношение можно найти практически на каждом шагу. В целом, если кому-то вдруг кажется, что я придираюсь к внешнему виду, и на самом деле здесь не все так плохо, мне кажется, наоборот, здесь вот как бы все гораздо хуже, чем я даже могу себе представить, потому что я не вдаюсь в подробности жизни, потому что мне хватает той информации, которую я вижу просто поверхностно, для того, чтобы понять, что я здесь никогда не купила бы квартиру, особенно сейчас, когда вот это можно все приехать, уже посмотреть. Ну, просто, например, вот эта труба ливневая выходит в куда, в никуда, соответственно, если бы сейчас шел дождь, оно бы просто выливались эти потоки и образовали бы здесь озеро, видно даже по траве, которая здесь практически не растет, что здесь большую часть этого дождливого лета было просто болото. Это все, соответственно, стояла здесь вода, и есть решетка, через которую видно подвал, где видно, что сейчас там где-то по колено воды. И если вдруг вам кажется, что застройщик молодец, например, сделал благоустройство, какое-никакое, мне сказали, что даже это сделал не он, это жители лично на свои собственные деньги, своими собственными ручками все это дело покупали и высаживали. Немножко не хватает мне вот тех представителей застройщика, которые были на прошлой съемке, которым я тыкала в каждый метр. Это что? Это что? Причем я прошу уже три месяца о том, чтобы привели вам три месяца. Исправляется все эти ручки, все забросы исправляются. Три месяца, вы не можете на дверь поставить, серьезно? Перепад отсюда. Четыре сантиметра. Вот сюда, четыре сантиметра. Четыре сантиметра. Почему? Эта покраска нормальная? Вот там, это нормальный провод торчит, да? Почему у вас что-то, видимо, относящееся к пожарным рукавам торчит прямо из стены? Мне кажется, так не должно быть. Плитка тут же отваленная. А тротуарная плитка выглядит так, как будто бы здесь просто снимали фильм «Дрожь земли» и какие-то гигантские черви проползали под этой плиткой, потому что она вся вот такая. В целом, вообще, если вдруг у кого возникнет вопросы к моему лицу на протяжении всей съемки, которая выглядит вот так, это потому что я хожу по сторонам, смотрю, и мне категорически не нравится вообще все, что происходит. Просто даже если посмотреть на стройплощадку, она не похожа на рабочее место компании, которая хочет построить действительно что-то, что она продает за деньги, и передать это потом жителям. Это похоже просто, ладно, уговорили, так уж и быть, мы что-нибудь вам там слепим. Главное, чтобы было четыре стены и крыша, которая, может быть, даже будет протекать. Просто вот посмотреть в округе, у вас такое же выражение лица будет, как у меня весь этот ролик. Есть у меня одна отличная новость, мне кажется, лучшая новость ролика, потому что есть что-то, что кардинально изменилось за последние два года, и это станция Санина, которую все-таки открыли. Ура! Мы говорили, правда, в первом ролике про жилую станцию, по-моему, Медовая долина, она должна была называться, она должна была находиться чуть ближе к шоссе, и должен был быть переход, мост такой, сухие ноги. В прошлом ролике мы уже говорили про Санина, которая чуть в другом месте, она действительно открылась в одном километре от ближайшего корпуса, от второго, всего 10 минут, вот как раз здесь через поле, прекрасно. Летом вид вообще просто бомбический, ребята, я бы в этом поле с книжкой бы целый бы день лежала бы, зимой, мне кажется, не так прикольно. Поэтому станция есть, открыта, но это, правда, не заслуга застройщик, это заслуга в первую очередь РЖД, но зачет. Олег, когда будет пан? В ноябре. Что с ним сделают? Здесь будет асфальт. Видите, есть за что похвалить Баркли, за два года они таки сделали пандус из асфальта, прям как обещали, вот это красавцы, вот это, я понимаю, обещал, сделал, правда, так и не сделали проход никакой к той части, которая ведет к помещению техническому, оно стало выглядеть еще хуже, чем выглядело в прошлый раз, нет никакого до сих пор к нему прохода, ну и в целом двор, ну плюс-минус точно так же выглядит. Будем устанавливать козырьки, козырьки устанавливать будем в этом году. И еще один зачет застройщику, вы посмотрите, он обещал козырьки над подвалами, вот вам, пожалуйста, козырек. А еще я пытаюсь вспомнить та секция или нет, но, по-моему, это она. И видите, здесь больше нет помятой пластины, здесь появились какие-то рамочки, я не знаю, это сделали сами жители или застройщик, но видно, чем-то занимался два года застройщик. А какая сейчас позиция вообще дольщиков, какие основные, там, не знаю, требования или, ну, в общем, позиция, которую вы транслируете? Мы вообще хотим дождаться, когда вообще достроятся наши дома, будет РВИ, мы получим ключи и, соответственно, уже хотим переехать в свои квартиры. Мы создали свою инициативную группу 20.07.2020 года, соответственно, несколько членов инициативной группы 27 августа были в приемный аппарат президента Российской Федерации. Определенную информацию мы там озвучили, вот, определенный алгоритм действия нам уже анонсировали, как нам поступать. Чтобы что? То есть на что будут нацелены ваши шаги? На то, чтобы уже привлечь внимание и правительство местное, соответственно, и аппарат президента, вот, и, соответственно, здесь уже вопрос будет инициировать прокурорскую проверку. Потому что факт вывода денежных средств со стройки, он уже есть. Рабочие все-таки есть, видимо, дело не в воскресенье, а, видимо, их реально всегда не очень много на проекте. И все они внутри, как говорит застройщик, потому что, ну, вряд ли у кого-то выходной, у кого-то не выходной. Кстати, вы видите, да, что это рабочие явно не какого-нибудь турецкого подрядчика, а не знаю, какого, в общем. И поэтому понятно, мне кажется, почему они так тяп-ляп делают работы, потому что явно не суперпрофессионалы, скажем так, ребята, ничего личного. Но факт остается фактом. Я смотрю на качество работ, которое выполнено, и оно оставляет желать лучшего. Застройщик говорит, что сейчас в продаже еще где-то 270 квартир, и мне назвали сумму больше 2 миллиардов, когда их продадут. И на достройку домов осталось, говорят, где-то 1,6 миллиарда. То есть как будто бы с продажи они смогут расплатиться и с банком, который им выдаст новую кредитную линию. С одной стороны, я очень хочу, чтобы продали эти квартиры, потому что тогда действительно, надеюсь, все достроят, не знаю, в каком году, и дольщики получат все свои квартиры. Но с другой стороны, я вот сегодня целый день хожу по этому жилому комплексу, и я не понимаю, что должно было бы случиться, чтобы я здесь сейчас купила квартиру. И меня удивляют те люди, которые все первое полугодие покупали квартиры. Это что у них, продажники от бога, видимо, какие-то, потому что такие проблемы, просрочки на 2 года, отвратительное качество работ, не ведутся практически строительные работы, и люди покупают активно здесь квартиры. Я не знаю, Баркли, конечно, премия, лучший продажник года, точно вам, в топе первой вы бы стали. Если вы рассматриваете здесь квартиру, пересмотрите предыдущий ролик еще, пожалуйста, посмотрите этот ролик, послушайте, что говорят жители, или что говорят представители застройщика, которые каждый раз у нас меняются. И сделайте вывод, нужно оно вам или нет. Представители застройщика меня попросили, Олеся, вы только, пожалуйста, не делайте исключительно негативный сюжет, вы, пожалуйста, сделайте объективный обзор, когда мы с ними разговаривали сегодня во время интервью. Я, в принципе, сказала, что у нас других обзоров и не бывает, это всегда мы делаем объективно, я поэтому и беру интервью у застройщика, чтобы вашу позицию тоже озвучить, и я пройдусь по ЖК, обязательно отмечу все положительное, что в нем есть. Я обещала, я это сделаю. Положительно открылась станция метро, во-первых. Во-вторых, ну, нормальное благоустройство домов. Неплохие сейчас уже входные группы, когда они с нормальным ремонтом и они доделаны. Малоэтажное строительство, за это тоже нужно, наверное, похвалить, да? Мне кажется, в целом все, если честно, потому что самый большой недостаток – это сроки сдачи, которые сейчас доподлинно неизвестны. То, что на словах говорит застройщик, и даже то, что он сейчас пишет в новых проектных декларациях, это вот вообще, мне кажется, вилами на воде писано, поэтому ни у кого нет точного понимания, когда будут сданы дома А, куда пойдут деньги, которые сюда вливаются Б, в каком качестве эти сданы будут дома АГ и как они потом будут содержаться. Я видела, что происходит с первыми корпусами, в каком состоянии они содержатся. Я предполагаю, что с дальнейшими корпусами будет точно такая же история. То есть ты сюда приезжаешь, и то, что было на картинке изначально, вот этот малоэтажный комплекс из клинкерного кирпича, который выглядел просто как бизнес-класс, сейчас это уныние и разочарование. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписка на канал, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и всем пока!